друзья всем привет сегодня очень важный вопрос про таможню который вызывает у всех сейчас очень большой интерес потому что вот один сказал как говорится и все всех остальных под одну гребенку уже все испугались отсюда вести машины не надо да то там сто процентов заниженные invoice и все такое сто процентов прилетит в общем все те самые страхи которые у вас возникают последний мне кажется месяц об этом мы говорим да и вокруг это все ходят сегодня мы вам все разложим по полочкам причем это будет не то что мы где-то прочитали узнали информацию сейчас вам попробуем это саккумулировать и донести как это на самом деле должно происходить мы расскажем вам как это на самом деле происходит потому что через все это мы прошли лично будет несколько примеров каких случаях все становится плохо и где как раз таки этих проблем стоит ожидать мы расскажем на что нужно смотреть чтобы с этим не столкнуться и в принципе уже будете точно с вооружены и опасны все машины я думал что просто как вещдоки по уголовному делу арестуют то есть это занимает ровно 30 секунд подделываются самаярки и самый дешевый вариант будет во владивостоке очень часто эти лица даже они не знаю что они что-то возят соответственно видимо это какая-то обкатанная схема будет очень большой бабах полминуты рисуется фотошопе и подкладывается спасибо брат и машины забрали сегодня со мной два эксперта в области по факту таможни назовем вас так игорь расскажет про россию что там происходит женя расскажет про киргизию да и ужасы страхи растаможки в ес начнем с тебя наверное да потому что наши боли с нашей боли да что произошло что происходит в россии как это может каким образом прилететь обернуться значит история с российской таможней конкретно владивосток это было на заре импорта кликон кара до марте месяце когда все только начиналось к начиналось и машины покупали из кореи приезжали они во владивосток таможились во владивостоке приезжали сюда и продавались по одному из таком автомобиле прилетело письмо спустя год после растаможки письмо проверки таможни о растаможке автомобиля которым было указано что если говорить кратко автомобиль растаможен по заниженному инвойсу машина покупалась реально по инвойсу в корею платили 44 тысячи долларов брокер который таможил для нас автомобиль самостоятельно зачем-то принял решение что в таможню нужно показать инвойс со стоимостью 22 тысячи долларов соответственно таможня спустя год провела проверку нашла как бы недоимку а почему он так самостоятельно вдруг решит я не знаю сейчас у нас будет на эту тему большой разговор разговор как бы через юридическую плоскость компания брокер о прайд и ннн 254 023 2070 и мы уже знаем что через эту компанию проходило много автомобилей и инвойсы были ну в общем занижены да то есть без без участия и согласия варительного и согласия как бы покупателей бать или соответственно здесь вопрос в том что как правильно купить нужно посмотреть грузовую таможенную декларацию как брокер растаможил этот автомобиль и это может быть как в россии хотя все думают что в россии будет все чисто и ну раз пример у нас из россии то есть это не я с как вы все думаете как кто-то услышал где-то и началось да соответственно у нас вопрос больше и к нашим таможенным органам и нашим министерству внутренним дел и к транспортной прокуратуре каким образом и почему допускаются вот такие случаи когда таможенный орган при выдаче растаможки не проверяет сразу то есть проверить стоимость автомобиля после того вот как уже машины растаможилось они проверяют по сайту карста . кара то есть там есть вся статистика и стоимость автомобиля проданы в те или иные год годы то есть это занимает ровно 30 секунд то есть почему при растаможке нельзя сразу это проверить и выдать сразу какое-то опровержение стоимости да то есть поэтому хотелось бы нам в этом разобраться чтобы другие покупатели не попали в такую историю когда они год проездили на машине а потом спустя какое-то время с машины случились какие-то проблемы доплаты и так далее собственно будем с этим разбираться уже начали разбираться чем это все закончится пока не ясно но если кто-то от этой компании еще раз повторю о прайд которого владивостоке находится тоже пострадал хочет присоединиться и разобраться в этой истории давайте присоединяйтесь ну и плюс государственные органы которые тоже хотят разобраться а что же происходит и почему понятно что таможню свои деньги всегда получат полном объеме но зачем нужен брокер который заведомо дает ложную информацию до зарабатывает деньги получают комиссионные а дальше все проблемы сваливаются на плечи покупателей вот в этом мы будем разбираться так что таможня в россии владивостоке не такая уж и прозрачная ну то есть вы не застрахованы даже в россии в принципе как многие пишут что надо там может просто россии все будет да хорошо то есть вы не застрахованы от этого даже здесь получается это у нас конкретно случай владивосток да конкретный случай владивосток в москве таких случаев нет это мы точно знаем даже посмотрите вот сейчас вы можете зайти на любой сайт по продаже автомобилей выбираете машину по примере не знаю тот же вои фри смотрите и самый дешевый вариант будет во владивостоке вот самый дешевый по любой марки соответственно видимо это какая-то обкатанная схема который владивосток торгует дешевыми автомобилями почему они дешевы теперь понятно а потом прилетает схема по владивостоку она действительно обкатанная имеем некоторый опыт по владивостоку тоже постоянно предлагают таможню машин из китая через владивосток схемы 2 1 это опять-таки как часы для рассказала занижение инвойсов 2 гораздо более худший вариант но которым последнее время активно пользуется машина из китая либо из кореи приезжает во владивосток якобы транзитом для того чтобы дальше поехать в кыргызстан либо в казахстан но по факту машина никуда не едет везутся документы подделываются самаярки и машина таможится либо соответственно в казахстане либо в кыргызстане экономится энная сумма но машина никуда не везется когда эта схема вскроется будет очень большой бабах все машины я думаю что просто как вещдоки по уголовному делу арестует потому что мы здесь но это целое преступное сообщество по факту так делает и последствия будут самые непредсказуемые для всех вот когда это вскроется как распознать это возможно распознать или понять нет нет возможно распознать и понять к сожалению как это невозможно что мы можем какие советы дать вообще по совету честно сами совет наверное один это репутация продавца а вот и дальше сейчас расскажу как вообще машины таможица через я с как это бывает и он как правильно как неправильно давай машина через я с она всегда едет через посредника покупая машину напрямую в китае везет через владивосток вот как был случай игоря в корее он купил оплатил инвойс туда машину вез эту сразу на себя то есть таможилась машина на него когда везем через третью страну это невозможно то есть в начале вы машину покупаете если вы ее везете под заказ вы ее оформляете в начале в стране растаможки соответственно казахстан либо кыргызстан чаще всего ну либо беларусь и после этого уже у этого посредника машина уже переходит в собственность club вот а таможид и и третье лицо всегда привозит через страну я с это может происходить несколькими способами 1 и самый популярный 99 процентов игроков на рынке делают так машина оформляется на физическое лицо при покупке из китая то есть якобы и в китае покупает гражданин казахстана либо кыргызстана привозят в кыргызстан либо в казахстан соответственно то поможет и потом продает в лицо это чаще всего естественно она номинальная очень часто эти лица даже они не знают что они что-то ввозят да так такова жизнь его послуга это недорого есть там даже уже целый бизнес по предоставлению таких физлиц вот после этого машины уезжает в россию конечному покупателя подводные камни первое занижение инвойсов казах в кыргызстане это ста процентах случаях из 100 при ввозе на физическое лицо занижают инвойсов абсолютно все достоверно знаю ситуацию на таможне сто процентов все занижают но на примере наши таможни да у нас инвойс был занижен в два раза киргизии во сколько раз могут в кыргызстане его могут занизить и в четыре из пять раз я видел очень дичайшие истории там когда новый урос заявляли таможенную стоимость 20 тысяч долларов я знаю сейчас москве продается урок при с инвойсом 200 тысяч долларов 100 100 тоже тоже так нормально заниженный вот но это раньше такой прям беспредел был совсем сейчас тоже есть ну в четыре пять раз занижают очень часто пишет как бы ну это на это абсолютно нормальная практика да так делают соответственно в казахстане власти стали с этим сейчас бороться в казахстане на физлиц занижение практически там на 90 100 процентов они побороли потому что там таможня и сверяет с базой соответственно либо с китайской либо с корейской вот царевая сетка есть условная тарифная сетка но это тарифная сетка она так построена что она приворе занижена в тарифную сетку все заниженные бойцы по этой тарифной сетки замечательно пролетают и тарифная сетка но это не документ это просто некий справочник вот сейчас казаки стали сверять с реальными статистическими данными по китае и по корее вот поэтому там но на 90 процентов это побороли вот в кыргызстане все что водится на физов пока занижена все соответственно какой выход ну и как какой путь мы избрали для себя мы когда-то точно также в прошлом году когда начинали этот бизнес мы точно также везли машины на физиков потому что другого способа никто не знал ну пока на все обкатывалось а как неизвестной ситуации стали думать а что делать потому что он беспределить не хочется как понимаешь ты делаешь ну вот пришли к тому что мы везем на компанию во первых не нужно искать физиков потому что есть там истории с этими физиками наверное скажу попозже тоже не очень красивые какие бывают вот то есть вести на компанию компания покупает автомобили в китайская компания их на себя то может занизить в этом случае инвойс невозможно потому что на таможне сверяют фактический платеж исходящий до исходящий который физически был заплачен в китай вот с заявленным инвойсом на всякий случай поясню не все знают что значит заниженый инвойс как он появляется заниженый давай появляется очень просто один инвойс по которому оплатили инвойс это счет на счет на оплату то одному инвойс оплатили когда машина приезжает на таможне просто тупо в фотошопе подделывается рисуется другой счет делается очень просто вот за полминуты рисуется фотошопе и подкладывается новый инвойс другой суммы все соответственно компанию этого сделать даже если очень захочешь это невозможно вот поэтому машина ввезенная и растаможенная на юр лицо и в кыргызстане и в казахстане это стопроцентная гарантия нормальной таможни просто по-другому это невозможно то есть первый совет покупать машину у импортера кто везет через компанию до привозит автомашина верно это гарантия безопасности ну и ключевая гарантия на мой взгляд опять-таки но это репутация человек покупаешь на физика тоже можно привести нормально вопрос в том что почти никто так не делал почти никто так не делает и самое важное это наверное большинство ваших комментариев обычно у меня под видео там какие-то что можно привести еще дешевле а у меня вот друг сейчас заказал ему привезли там тот же самый манджара за 3 там 200 или вообще он нам приходит за 2 900 вот это вот вот это как это уже все все понятно да сразу становится соответственно каждый день поступают звонки предлагают машины здесь в наличии нам часть отчастники перекупщики по сами везет машины за 37 за 38 предлагают нам машины выкопить у них как бы однозначно каким путем получена такая цена понятно ну да история в истории про то что может произойти при покупке и таможне через физлицо вот знаю такие истории не буду называть людей но возможно они сами себя узнают была история у одного поставщика когда он привез машину на таких же физиков номинала казахстан оформил их машину на на них машину растаможил вот а ему сказали спасибо брат и машины забрали и физики поскольку по закону их машины у них и все документы подтверждают то есть даже это машина да и конечные покупатели в россии опять-таки купившие машину по агентской схеме то есть поставщик там не отвечал ни за что оказывал консультационные услуги по покупке машины в китае о помощи в растаможке в помощи по предоставлении номинальных людей еще человек ни за что не отвечал но насколько я знаю поставщик повелся порядочную историю с конечными покупателями разрешили но опять-таки это большие деньги большие нервы и не факт что кто-то другой окажется во-первых порядочным а во-вторых просто финансовом состоянии эту ситуацию я кстати через беларусь тоже слышал таких много историй да в прошлом году еще такую историю широко освещали что там девушка себя там я вот подумал еще для хайпа это было написано или нет или действительно реально нет а почему нет но и поле для мошенников очень обширная да да ну то есть по-хорошему когда вы покупаете машину независимо там который раз таможена в россии или странах и аэс хорошо помимо договора купли-продажи электронного птс действующего иметь сопутствующие документы в виде гтдшки которым который будет указана стоимость которое было указано для таможни и соответственно инвойс который был заплачен в ту или иную страну то есть чтобы тоже иметь подтверждение что на основе этого инвойса было растаможен автомобиль это конкретно кирку куда смотреть чтобы не напороться с другой стороны это тоже не панацея это не панацея потому что фотошоперов много как вода и вот это вопрос как бы к таможенным органам еще что должен быть некий ресурс ресурс где можно проверить собственно стоимость растаможки инвойса который на основе которого был сделан расчет это может быть указано в таможенном приходном ордере да только в россии существует его в ладоке аэс в ра в россии если мы говорим да то есть там это может быть указано это можно зайти в личный кабинет на сайте таможенной службы и на кого машина там пользовалась можно это распечатать либо запрашивать копию там низко на живую фотку на которую сложнее подделать то же самое тепло как бы и нету идеальных историй непонятно с чем это все закончится но при этом нужно иметь надежного поставщика и возможно вот этот пункт связанные с таможенными платежами да его нужно включать договор то есть вот когда был физика будете где-то покупать физика тяжело потом будет искать но и как правило этот номинальный физик да а когда у тебя есть надежный поставщик да он репутации своей дорожит но это да и будет то что же не сказал вопрос всячески то есть еще раз вот панацеи нет никакой по сути есть определенные шаги но тоже бывают пробелы есть кстати ситуация как можно проверить но опять-таки ну да фотошоп это конечно можно все но так как можно до маразма дойти но можно запросить письмо мы такие письма на самом деле несколько раз получали их бывало когда висла база фтс вот она же на весь я с от вас действует нас были ситуации когда машина не прогружалась в эту базу там по разным сбоему когда шашистом и хакнули недавно были такие проблемы и мы запрашивали ручное внесение в эту базу и после этого таможенная служба кыргызской республики они нашим конечным покупателям по их домашнему адресу за подписью и печатью главного таможенника рассылали письма в котором были указаны размер платежей внесенных на таможне это что это товар я с ну вот как документ подтверждения но теоретически но это запросить сложно но в принципе возможно как бы заявитель тот кто таможил машину может эти письма запросить либо наш цепь может запросить это кстати к вопросу о том как они потом могут узнать сэп имеет право обращаться в таможню соответственно в мир цифровых технологий нужно уже делать какой-то ресурс до в котором будет эта вся информация хранится и иметься вот имеется возможность это всего проверить по-другому много будет жителей россии которые определенный момент столкнуться с тем что они ездят на автомобиле который кривой по документам по растаможке еще причем за который нужно доплатить до выясняется то все это к чему привоза прошлый год привезли таких машин очень много очень много пока тем более это все обкатывался вот сейчас это действительно волна как бы идет всем прилетает да и не знаю кто-то разобрал это вот так вот еще по пунктам то я не встречалась что я думаю что никто потому что наверное с точки зрения там поставщиков блогеров наверное никто не разбирал потому что все все потому что в ним путем кто везет сильно все все задействованы в этом да в любом случае поэтому но будем первыми как говорится да кто вам эти карты раскрывает рассказывает как в это не вляпаться как не попасть куда смотреть и кому обращаться самое главное да я думаю вы уже поняли в принципе исходя из рассказа до чем завершим какие-то полезные еще советы или ситуации если кто-то хочет разобраться с конкретным брокером который во владивостоке там уже до апреля поминаем занижая то есть пишите обращайтесь будем вместе в этом разбираться ну а наши госорганы которые тоже хотят проверить все ли тут так хорошо работает и правильно с точки зрения и таможенных служб и с точки зрения брокерских услуг то тоже нам есть что показать с точки зрения документов их много и что рассказать тоже да ну и на этом все надеюсь это видео было вам полезно поэтому покажите его всем тем кто кому у кого вы заказывали автомобиль например да или у кого вы спланируете купить все таки этот автомобиль и также задайте им несколько вопросов до главных таких наводящих возможно это уже вашу покупку как-то сделает более безопасной если этот человек вдруг растворится или будет там вести себя как-то странно дешевый сыр бывает да только ломашелов а вот эти машины они по полному ну и в конце хотелось бы добавить что если у вас остались какие-то вопросы потому что мы конечно же все могли тут не затронуть конкретные вот у нас была тема были случаи да и мы их озвучили то обязательно пишите в комментариях если вам это будет интересно и у многих будет примерно до схожие вопросы-запросы то мы обязательно их осветим в следующих видео